Всем добрый день, дорогие друзья! Меня зовут Ольга и вы на моем канале Урукоделий. Сегодня у меня очередной день стартов. Что же это будет? На самом деле у меня были совершенно другие планы относительно данного старта. Но на прошлой неделе у меня вышел видеоролик по распаковке посылки из магазина Кальверу. Там я говорила и про макоды, и про ссылки на этот магазин, и рассказывала, и показывала, какая же пряжа мне пришла. И оказывается, этот видеоролик посмотрела моя мама. И написала мне, что помнится, доченька, ты мне заказывала кардиган, вернее, она мне заказывала кардиган, а я до сих пор его не связала. Так вот, она выбрала себе пряжу, и я решила все-таки начать вязать кардиган, несмотря на то, что на дворе вот-вот проклюнется лето. Вернее, у нас было очень тепло, а теперь стало очень холодно. Ну, в общем, погода пока скачет по весеннему, но лето обязательно будет. Каким она будет, неизвестно. Быть может, мы проходим в кардигане, а быть может, будет жарко, но все равно наступит осень. И дай бог, что все мы были живы-здоровы, и к тому моменту был довязан кардиган. Но главное начать. Поэтому у меня сегодня будет проект кардиган для мамы. И вязать я его буду из вот такой вот пряжицы. Называется она Лама, малышок, baby-малышок, производство фирмы Лама. Так, что у нас здесь написано? Все заклеено, как всегда. Вот, и в общем и целом, эту пряжицу я получала в последней посылке. И сейчас мы рассмотрим поподробнее за столом, что же это за пряжа. Или же, давайте я лучше свяжу образец, и потом уже вам все-все расскажу про нее. И начну вязать процесс. Как вы на это смотрите? Давайте же посмотрим, что это за пряжа. Значит, московская Лама, baby-малышок, называется пряжа. Этикеточка выглядит вот таким образом. Что у нас здесь? 100 грамм, 260 метров, шерсть мериноса 30%, акрил 70%, спицы рекомендуют от 3 до 5, крючок также, стирать бережно, руками и утюжить на единички. Ну, в принципе, рекомендации все, как всегда, пряжа для вязания. Вот так выглядит этикетка, значит, и цвет номер 33, малышок, горчица называется. Все, по этикетке отчиталось. Ну, и теперь давайте самые первые впечатления относительно пряжи. Увидев состав, мы с вами сразу понимаем, что это отнюдь не натуральный состав. И ждать чуда здесь просто не приходится, да? Здесь 70% акрила, он чувствуется, правда, но он не скрипит. Вязала образец я на спицах номер 4,5. У меня вот такие деревянные. Дерево – это очень теплый материал. Соответственно, есть пряжа, которая изумительно подходит под дерево. Вот в данном случае я считаю, что деревянные спицы имеют место быть, потому что, ну, мне очень легко было вязать эту пряжу. И она тактильно ощущалась, конечно, что не натуральный состав, но она не скрипела на спицах, вязать было достаточно комфортно. Вы знаете, можно сказать, что у каждой пряжи, наверное, есть свое время, да? И я достаточно много вязала из разного рода бюджетной пряжи, пока не попробовала более элитные составы в основе своей бобинной. И вот если рассуждать о бобинной и моточной пряже, конечно, здесь вот прям вот к гадалке не ходи, что большая часть моей аудитории, в том числе и я, выбрали бы более натуральный состав для вязания этого изделия. Мама, во-первых, выбрала цвет, во-вторых, эта пряжа мне приходила в подарок, и в-третьих, вы знаете, есть пряжа, которая очень даже уместна в кардиганах в особенности. Вот именно эту пряжу я бы на тело, ну, то есть на джемпер, на свитер, я бы, наверное, все-таки не рекомендовала ни взрослым, ни детям. А вот на кардиган, да, на пальто, на кардиган, если пальто в две нити, то вообще хорошее полотно получится. На кардиган и такого рода пряжа очень и очень хорошо подходит, на мой взгляд, потому что у меня есть кардиган, связанный из натурального состава, там я могу носить его с маечкой, а есть кардиган-кофта из более колючего и менее натурального состава, и она очень-очень теплая, и, соответственно, я могу носить ее и с водолазкой. Но я, на самом деле, не такой чувствительный человек относительно колкости плюс еще, да, я считаю, что пряжа должна иметь свою колкость, то есть если она уж мигусичная-мигусичная, либо ее настолько обработали, либо она действительно очень ненатурального состава. Это пряжа, ну, практически не колется на самом деле, но относительно, опять же, все относительно. Если я ее сравниваю с 100% шерстью, то она не колется, а если я ее сравниваю, к примеру, с каким-нибудь там бэби-хлопком, то она колется, ну, вот так. Но для кардигана самое то. Мама мне предложила вариант с путанкой, я же выбрала здесь узор рис, и хотела посмотреть, насколько рельефно будет смотреться полотно. До стирки, ну, вполне себе приемлемо. Сейчас я постираю этот образец, высушу его, посмотрю на него, и решу, буду ли я вязать из этой пряжи. Ну, большая вероятность того, что все-таки буду вязать, потому что, ну, должно получиться неплохо. Здесь классическая крутка, но, тем не менее, она такая вот прям, ну, не знаю, мне вязать, вязать именно образец понравилось. Посмотрим, что будет дальше. Я впервые вижу эту пряжу, впервые ее держу в руках, поэтому у меня вот первые впечатления такие. То есть я бы рекомендовала на плечевые изделия, но только второй слой, да, так называемый. То есть это кардиганы, бомберы, вот что-то такое. Но никак не изделия, которые к телу. Но, опять же, все мы разные, да. И у всех у нас, мы просто, вот те, кто давно вяжут, те, кто смотрит YouTube, те, кто интересуется темой вязания, мы просто с вами очень-очень избалованы. И есть такое мнение еще, плюс к этому мнению, я, наверное, даже когда-то сама бы присоединилась, что бобинная пряжа намного лучше моточной. Отнюдь не так, потому что очень часто в бобинной пряже встречается момент усадки изделия настолько, что у мамы, ну, закачаешься. А есть также очень разрекламированные бренды, моточные пряжи, да, где, опять же, встречается момент усадки, причем очень дорогой бобинной пряжи элитного состава. Поэтому здесь не застрахован никто. А я же пойду работать именно с этой пряжей. Сейчас я постираю образец, высушу, потом при расчетах, наверное, вам покажу и расскажу, что же я буду вязать. Образец, конечно же, постиран, высушен. Он разровнялся. Не выровнялся, но разровнялся. Выравниваться тут особо нечему, да? Так, вязала, значит, я этот образец, как и говорила, на спицах 4,5 на дереве. Но когда я его постирала, когда он полностью у меня высох, я поняла, что для моей задумки это слишком рыхлое полотно. То есть, если бы это был какой-то такой, знаете, аляповатый джемпер, ну, то есть, такой какой-нибудь оверсайз, такой, знаете, прям вот, или свитер лесника какой-нибудь такой прям вот, то было бы неплохо. Но так как это у меня задумка по картинке такая, что это больше, наверное, кардиган пальто, то мне не подходила плотность. Я не стала привязывать образец, как вы понимаете, потому что это реглан сверху, и я приблизительно прикинула, насколько может быть уже полотно. То есть, я просто это, ну, вот, да, у меня такой грешок есть. Я могу приблизительно прикинуть и приблизительно рассчитать. Вы помните. Ну, да. Для тех, кого это раздражает, я, к сожалению, вам помочь ничем не могу. Вот. Давайте дальше. Дальше мы с вами рассмотрим то, что мне удалось связать за сегодняшний день. И это вот такое полотно. Попробую сейчас я. Нет, не хочет камера выше подниматься. Ну, в общем и целом, смотрите. Немного, на самом деле, здесь отвязано. Сантиметров, наверное, 10 в общей сложности. Здесь основной узор идет путанка. Это простой реглан сверху. Росток здесь есть, но он не глубокий. И я вот, конечно, сомневаюсь. Знаете, я настолько уже привыкла, что я делаю росток вот таким вот, с таким углублением здесь по спине. То есть не вот такой прямой, да, как мы с вами вязали раньше. То есть у меня здесь росток вывязан в классическом варианте 4, по 4 разворота по переду. Ой, по рукавам. И поэтому вот такую картину видеть, мне как-то не совсем, наверное, не то чтобы даже комфортно. А вот я решила сделать классическим методом, как я вязала раньше. У меня есть кардиган, на базе которого я сейчас вяжу как раз-таки и этот кардиган. То есть тот кардиган удлиненный, черный, он у меня живет как раз-таки в деревне уже. Ну, потому что я его вязала из моточной пряжи, пушистой. Это было нако. Нако не помню что. В общем. И она подвалялась, эта пряжа, поэтому я его увезла в деревню. И мы с мамой напополам его носим. Мне он великоват, ей он маловат. Поэтому вот как-то так. Ну, там, в принципе, вязание было такое же, и посадка изделия была неплохая. Здесь планируется в будущем еще планка. Ну, то есть я ее буду вязать отдельно. Скорее всего, здесь буду вот этот шов, который у меня тут образовывается, я буду прятать в карман. И дальше вывязывать планку, как у меня в кардигане, который у меня с рукавами. Помните такое? Если вы давно на моем канале, наверняка помните. Вот. И, собственно, вот все, что удалось мне сделать за сегодняшний день. Ни много, ни мало. Но сегодня рабочий день, поэтому, естественно, времени на вязание было, ну, катастрофически мало. Поэтому я рада. Рада тому, что у меня есть начало. Ну, посмотрим. На самом деле я вяжу и думаю, как бы мне потом не распустить, из-за того, что я вот не сделала этого углубления здесь. Но ведь этого будет незаметно. Абсолютно под планкой. Не знаю. Напишите мне, как вы думаете. В кардигане. Ну, я же вязала. В принципе, это уместно. Я понимаю. И многие сейчас вяжут так. Обычный росток, да, с разворотами по рукавам, по переду. Не знаю. Я думаю. Ну, как-то вот у меня немножко сомнений остались. В общем и целом. Буду вязать. Вот и все. И, конечно же, вам буду показывать. В любой момент я могу взять, распустить и начать сначала. Но на сегодняшний день вот такие продвижения у меня по этому процессу есть. А что же будет с этим кардиганом дальше, вы обязательно узнаете, если придете ко мне в гости еще. Так что подписывайтесь на канал, оставайтесь со мной. И я с вами прощаюсь на сегодня. Встретимся с вами завтра в очередном старте. Пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok